МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости Анапы в студии Татьяна Григорьева. Здравствуйте. Сегодня в нашем выпуске. Нужен диалог. Людей, которые отвечают за решение проблемы, это мы с вами, и те люди, которые попали в эту ситуацию, у которых проблема. Помощь дольщикам. На Кубани продолжается достройка проблемных объектов. Мы 79 лет не знали о нашем дедушке практически ничего. Гордость страны. Сегодня в России отмечается День Героев Отечества. Сегодня мы эту дорогу передаем городу для общего пользования. Короткий путь. Официально открыто движение по новому бульвару, который соединит улицы Ленина и Таманскую. До конца года на Кубани планируется достроить 68 проблемных объектов. Предварительные итоги работы с дольщиками в крае подвел губернатор Вениамин Кондратьев. В совещании принял участие мэр Анапы Василий Швец. Несмотря на повышение цен на стройматериалы и пандемию, достройка жилых домов продолжается. В следующем году планируют создать еще более 100 проблемных объектов в крае. С начала года на Кубани дольщики получили ключи от 9 тысяч квартир. Вопрос проблемных объектов находится на личном контроле губернатора края. Как подчеркнул Вениамин Кондратьев, несмотря на рост цен на стройматериалы и пандемию, на Кубани удалось сохранить темпы достройки. Соберите по группам представителей жилых комплексов и с каждым проработайте алгоритм и доведите до них, а они, инициативная группа, доведет уже до всех дольщиков в том или ином доме. Вот конкретно, вот в том числе и по тем, кто обратился на прямую линию. Диалог, коллеги, диалог нужен с ними, просто-напросто. Людей с людьми нужен диалог. Людей, которые отвечают за решение проблемы, это то есть мы с вами, и те люди, которые попали в эту ситуацию, у которых проблема. Проблемные объекты есть и в Анапе. Это шесть многоквартирных домов, два из которых находятся в активной стадии проработки. Так, на улице Парковой, 79, недострой рассчитан на 390 квартир. Комплекс готов на 30%. Продолжается достройка ЖК «Лазурный» на улице Крестьянской, которая включает 442 квартиры. Были определенные проблемы у них с точки зрения документации, когда они прокладывали сети, там находились сети, которые были бесхозные. Все проблемы на сегодняшний день полностью устранены. 100% на этом, 98% готовность объекта. Буквально через неделю, на следующей неделе уже заходят на проверку стройнодзора. До конца года мы объект закрываем. 442 квартиры, 598 договоров для его участия мы закрываем. Другие четыре долгостроя также не сходят с повестки. Идет поиск путей оптимального решения проблемы. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа. Сегодня в России отмечается День Героев Отечества. Это памятная дата восстановления существовавшего с XVIII века праздника кавалеров высшей воинской награды страны Ордена Святого Георгия Победоносца. В Анапе представители мэрии, Совета ветеранов, молодежных, казачьих и поисковых организаций возложили цветы к братской могиле 45 советских воинов. 9 декабря, в День Героев Отечества, в России чествуют ныне живущих воинов, удостойных самых почетных наград и отдают дань памяти павшим. Акция в братской могиле 45 советских воинов в Анапе началась с минуты молчания. Этот День Героев Отечества стал особенным для анапской семьи Петровых. Сегодня внуку красноармейца, который ушел на фронт из станицы Гастагаевской, передали личные вещи бойца. Место боя на Эльбрусе, где осенью 42-го погиб Макар Михайлович, удалось найти поисковикам в прошлом году. Мы 79 лет не знали о нашем дедушке практически ничего. Знали, что он погиб. А где конкретно, информации никакой не было. Бабушка его, наша бабушка, жена, тоже его не знала, где он даже захоронен. Поэтому для нас было просто это событие, которое мы давно ждали и узнали. Мне тяжело говорить. Где конкретно захоронен, где погиб, благодаря ребятам-поисковикам. Один из тех, кто выполняет благородное дело, участник отряда «Черномор» Константин Козлов сегодня был отмечен медалью за активную работу в поисковом движении. Это очень сложная, кропотливая работа. Прежде чем выехать на место, мы очень много информации, в том числе с помощью интернета, с помощью архивов, фильтруем, устанавливаем все эти места. То есть не просто выезжаем в поле, а конкретно определяем места боев, места дислокации наших частей. Ну и впоследствии непосредственно выезжаем на места, где производится уже самая такая кропотливая работа с землей, с останками, с эксгумацией, подъем. В памятной акции приняли участие представители мэрии, Совета ветеранов и Анапского отделения Союза казачьей молодежи. В завершение они возложили цветы к братской могиле 45 советских воинов. Алексей Дивейкин, Михаил Попов, Анапа. Регион Представители Краевой и Анапской администрации ответили на вопросы жителей Джимэте о новом генплане. Накануне встреча состоялась в мэрии курорта. Больше всего анапчан беспокоил вопрос изменения функционального назначения территории из ИЖС в зону отдыха. Хотя, как признались сами местные жители, большинство из них сдают комнаты туристам. В беседе приняли участие вице-мэр города-курорта Руслан Юнаев и первый заместитель руководителя Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края Александра Устоева. Поселок Джимэте больше известен отдыхающим как одна из популярных курортных зон. Расположен он в районе Пионерского проспекта, в шаговой доступности рестораны, парки и, конечно же, песчаный пляж. Неудивительно, что помимо крупных отелей там расположены небольшие гостевые дома. Как признаются сами местные жители, большинство из них сдают комнаты туристам. Но вот изменение функционального назначения территории вызвало беспокойство. Часть района по новому генплану была переведена из ИЖС в зону отдыха. Я могу предполагать, как Руслан Геннадьевич сказал, что это один кадастровый квартал. Почему так сделали, покрасили? Потому что когда кадастровый центр идет территория, она идет квартал, а не участками. Может быть, в этом причина. Этот вопрос стал главной темой беседы местных жителей с представителями краевой и анапской администраций. Накануне встреча прошла в мэрии курорта. Как подчеркнули специалисты, изменение функционального назначения территории – это прежде всего новые возможности для тех, кто захочет организовать гостиничный бизнес на своем участке. Есть при разработке генерального плана основные критерии. Их много, очень много. Но есть такой критерий, как баланс земель. Вы живете исторически на курортной территории. Она в генеральном плане функциональной зоной определяется, как курортная территория. Есть у нас земли лесного фонда, есть у нас земли виноградных, есть у нас земли жилья. То есть должен быть соблюден баланс. Вы исторически живете в курортной территории. Но это не говорит о том, что вы там жить не можете, и у вас что-то кто-то заберет, и вам кто-то оборотоспособность земель каким-то образом за ничто. Нету такого. Эта зона вас никак не коснется, если вы не захотите этого. Вот если вы захотите, чтобы воспользоваться перспективой этой зоны, воспользуйтесь. Не хотите, не пользуйтесь, живите так же, как жили. Обращайтесь с такими же документами в архитектуру, за реконструкцию, увеличение этажности, площади. Что хотите делать? Никаких ограничений, обременений, наоборот, способностей на застройку нет. Все права, которые были до изменения зонирования, остаются за местными жителями. Напомним, генеральный план – это документ, который определит стратегию развития курорта на ближайшие 20 лет. Он не устанавливает правовые режимы использования земельных участков, поэтому смена функциональной зоны не отразится на существующей собственности анапчан. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа-Регион. Сегодня в Анапе официально открыли движение по новому бульвару. Он расположен в южной части города и носит имя адмирала Меньшикова. Дорога соединяет улицы Ленина и Таманскую. Она построена в рамках социального партнерства, власти и бизнеса. Бульвар, соединяющий улицы Ленина и Таманскую, довольно долгое время существовал только в проекте. Дороги как таковой там не было. Застройщик резиденции «Высокий берег» взял на себя обязательство решить эту проблему. Сегодня заасфальтированный бульвар передали в дар униципалитету. Строительная компания ГСК в рамках социального партнерства взяла на себя обязательства и осуществила строительство дороги, бульвар имени адмирала Меньшикова, которая связывает улицу Ленина и улицу Таманскую. Сегодня мы эту дорогу передаем городу для общего пользования и с этим поздравляем всех анапчан. Согласно договору генерального подряда, нами выполнены работы по строительству автодороги с элементами благоустройства. Общей протяженностью 652 метра, а именно устройство дорожного полотна, два слоя, толщиной 10 сантиметров, на две полосы шириной 7 метров. Предусмотрена прогулочная зона, устройство покрытия которого выполнено из тротуарной плитки и бордюр. Озеленение и освещение нового бульвара предстоит обеспечить мэрии. Такое партнерство власти и бизнеса выгодно всем горожанам. Это по генеральному договору, значит, как партнерство ГСК, строительная компания ГСК выступила здесь. И, в общем-то, осуществила один из элементов благоустройства данного нового микрорайона жилищного в виде строительства автомобильной дороги, которая будет основополагающей для дальнейшего здесь развития всей дальнейшей структуры. То есть освещение, ну, для дальнейших элементов благоустройства. Бульвар Адмирала Меньшикова станет основным в этом квартале, который сейчас активно застраивается. Дорога городу очень нужна. Только в одной резиденции «Высокий берег» более 500 квартир. Значит, пользоваться проезжей частью и тротуаром будут тысячи анапчан. В Анапском отделении Союза казачьей молодежи Кубани подводят итоги уходящего года. Гордиться есть чем. В 2021-м структура вновь стала лучшей по организации работы с подрастающим поколением среди всех 44 муниципалитетов края. Кроме того, в августе этого года казачата впервые привлекались к ликвидации последствий ЧАЭС и показали себя очень достойно. Об этом в интервью нашей телерадиокомпании рассказал руководитель отделения Максим Черняков. Мы всегда были на передовой, всегда готовы помочь в различных ЧАЭСах, в ликвидации последствий. Поэтому этот год не отличался, наверное, в лучшую сторону по чрезвычайным ситуациям. Все мы помним августовские события с залповыми осадками, так называемыми. В этом году впервые возникла необходимость привлекать и казачью молодежь в помощь, в ликвидации последствий. Считаю, что достойно справились. Конечно, мы никак не могли в стороне оказаться. Очень порадовало, что молодежь отозвалась очень быстро, четко, как и старшие братья казаки. Еще немаловажный факт, что и родители это поддержали. По итогам тоже нам есть чем гордиться. По организации работы с казачьей молодежью мы опять в лидерах. Заняли первое место на уровне края всего 44 муниципалитета. Она по первое, как и в прошлом году, так и в этом. В конкурсе маршала Жукова, который объединяет много направлений по патриотическому духовно-равственному воспитанию молодежи, мы тоже вошли в тройку лучших во всем Краснодарском крае. Среди муниципальных отделений Союза казачьей молодежи. Соответственно, все направления по положению конкурсов включают очень много различных направлений. И волонтерская деятельность, и воспитание патриотическое, и различные мероприятия, конкурсы, просветительская деятельность. И здесь мы показали достойные результаты, и этим можно гордиться. Союз казачьей молодежи Кубани был создан как некая сила, организация, которая объединит всех детей, независимо от национальности, всех истинных патриотов нашей Родины. Мы открыты для всех, и с пониманием относимся. Мы культивируем, развиваем ценности, которые, наверное, для всех конфессий и всех национальностей одинаковы. Любовь к Родине, любовь к семье, уважение к старшим. И непосредственно все ценности, заповеди, которые схожи будут во всем, во всех вероисповеданиях. Есть у нас пример Великой Отечественной войны, когда весь советский народ не разделяли по национальностям. Он дал достойный отпор и победил в этом противостоянии, когда на нашу Родину напала практически вся Европа. И только объединив усилия, мы смогли отстоять свою свободу, наши предки. И, естественно, мы не должны этого забывать, ценить это и продолжать в том же духе воспитывать нашу молодежь, что сила в единстве. Анапские общественники продолжают помогать наводить порядок в городе. Сегодня активисты работали в сквере возле русских ворот. Волонтеры косили траву, убирали листья и, поломанные ветром ветки деревьев, белили стволы. Такие акции по уборке общественных городских пространств проходят во взаимодействии с управлением ЖКХ мэрии города-курорта. К уборке территории возле русских ворот волонтеры подошли, как всегда, ответственно. Навести чистоту в сквере их попросил один из предпринимателей, который часто бывает в этом месте. Он купил известь, предоставил инструменты и сам со своим коллективом вышел поработать на благо города. Я вчера пешком пошел на Анапку, смотрю, люди около Анапки, прямо около речки чистят. Я говорю, а смотрю, мой друг идет, старый мой друг. Что за дела? Он говорит, да вот, ты знаешь, мы чистим. Я говорю, слушай, я тебя прошу, я там около креста всю жизнь занимаюсь, я тебя прошу. Давай завтра организуем, очистим около креста, это святое место, через Алексея воздвигнут этот крест. Он говорит, давай. Попросили навести порядок здесь, в сквере, где установлен крест поклонный. Такой, я считаю, значимый объект для Анапы, русские ворота. И здесь, ну, очень неопрятная территория была. После недавнего шквальства ветра в сквере действительно требовалась генеральная уборка. Ее и провели волонтеры. Всего в работе приняли участие около 20 человек. Мы обрезаем туи, благоустраиваем, после ветра туи сломались, что-то обрезаем, что-то кроны подрезаем, кронируем, убираем лист, побелку. Короче, делаем генеральную уборку, чтобы было чисто, красиво, опрятно. Некоторые прохожие пользовались возможностью украсить свои дома накануне Нового года. И с удовольствием брали хвойные ветки. А инициатор экологической акции призывал всех горожан до праздника навести чистоту вокруг себя. Все кидают вот эти уборки на руководство города. Это неправильно. Пусть каждый свой дом, свой двор, свой подъезд, все, что имеют, пусть выходят и чистят. Чистота города зависит от каждого предприятия, от каждого предпринимателя, от каждого хозяина и кто любит наш город. Антон Чистяков, Алексей Девикин, Михаил Попов, Анапа. Регион. Мы продолжаем цикл интервью с руководителями территориальных органов общественного местного самоуправления города-курорта Анапы. Сегодня нам рассказала проделанность за год работе руководитель ТОС-107 Иван Васильевич Машкара. Территория большая. 12 улиц у меня, центральные улицы, Первомайская у меня улица центральная, Октябрьская, Новороссийская. Как бы большая территория, квартал очень хороший. Жители активные, ну как вот, очень много помогает администрация, конечно, наша администрация, и зам, и глава, они помогают нам. По любой инициативе, что-то позвонишь, все там без проблем. Квартал хороший, две игровые площадки у меня. Люди вот на игровых площадках, там уборка, там покраска, это все делается, конечно, с таким. Вот этот парк, где мы стоим, это мой квартал. Вот в этом парке, я тут вырос когда-то, в этом парке. Тут на танцы ходил, а теперь я вот тут квартальный, как бы смотрим за порядками. Много приезжих людей у нас, очень много, и заявок на вот эти все претензии. Мы станичники, мы кубанская станица, у нас получается, ну как, и корова пройдет, и собака гавкает. Ну как бы, там кролики, там петухи, а люди, которые приезжают, у них совсем другие немножко. Почему петух там кричит? Надо ему закрыть рот. Ну а как, если это станица? В принципе, вот так. А так люди, большинство, хорошее у нас все. Вот в данный момент я, буквально вот игровая площадка, недавно он ездил, у меня две игровые площадки, трудящаяся урожайная и Лермонтова урожайная. Там поломали немножко детки эти самые. Все вышли, люди попросил, все вышли, помогли. Я лично сам сварку взял, поварили, там убрали. Ну как бы вам, ну, самое главное, чем больше лучших людей, ну как, лучших, тогда оно и лучше работает. За год мероприятия начнем, ну это поздравление, 8 марта, обязательно мы поздравляем бабушек, там мам всех, эти мероприятия, станица, ну как, наперед не буду заскакивать. День Победы, конечно, участвуют тут у нас и праздники вот на площадках здесь. Потом последний вот у нас был, ну я так вкратце скажу, это был День Матери, очень хороший, потому что ездили даже по бабушкам, вот у меня на Лермонтово живет, там бабушка одна, которой я привез конфеты, подарок. Она говорит, сынок, а ты что делаешь? Я говорю, это вам, она даже, да и так было приятно, даже ее вышла, она бабушка, вышла дочка, и говорит, а что тут с конфетами люди ходят? Я говорю, а это же Иван наш квартальный. Люди активные, во-первых, вот они хотят, особенно вот по Северной улице, у меня там улица Северная, там люди хотят возле своих домов сделать как бы красиво, тут же речку вычистить, там сделать вниз, вот, ну, это бомба. Это очень хорошо, что люди так хотят. Чем больше таких людей и требуют как бы люди, дороги хорошие, свет, ну мы стараемся, вот у меня по улице Трудяще, там вниз Клермонтово, заменили там, ну как бы порядочно заменили столбы, там новые провода сделали, красиво. Ну, кто, всем мил не будешь, все равно люди есть, которые вот, 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 а есть большинство, спасибо говоря, большинство, те же бабушки, а бабушек я очень люблю, я работаю много лет уже тут, у меня родители тоже уже пожилые, когда приходишь с бабушкой, мне нужно внимание, это мероприятие я называю, ты пришел к бабушке, взял пачку печенья и сидишь, не разговариваешь, она даже не хочет тебя выпускать, вот честно говорю. На будущий год у нас планы, в первую очередь, повесить аншлаги на всех улицах, вот этих улицах угловых, потому что скорая – это проблема. Даже вот людям объясняешь, просто хоть, ну напишите, ну если ты не хочешь покупать этот аншлаг, ну вы понимаете, номера на дома, хоть краской напиши, та же скорая, едет, она не знает, куда едет, вот самый наболевший вопрос, вот такой. Ну и дороги, дороги отсыпать бы, сделать лучше, и фонари, вот по Степной улице фонари там просят, потому что люди ходят, дети там, Лермонтово обязательно, но обещают сделать нам свет хотя бы для детей. Ну в принципе много работы, ну хотя бы чуть-чуть и то хорошо. Еще вот хочу сказать, вот у нас депутат Игорь Васильевич Таран, ну как бы я вот столько раз к нему подходил, даже пришел, вот такая ситуация была с песком. Я говорю, мне надо песок малешка на игровую площадку. Через два дня песок уже там был. Это ему большое спасибо, он только говорит, там что куда, когда завести, без проблем. Они помогают, депутаты Игурцов, помогает нам наш, это именно мой депутат на моем квартале. Все хорошо, будем работать, стараться. Большинство, конечно, хочется, чтобы в станице больше было хорошего, то есть площадок вот этих игровых. Нам бы сейчас выиграли, как бы говорят, парк Астагаевский, как бы мы там по региональной этой штуке, что должны строить там даже как красиво. Это вообще было прекрасно, если парк сделали, как бы как в Анапске, как красиво сделали. Говорят, и у нас так будет. Ну дай бог, а там посмотрим. Таким увидела этот день наша творческая группа. Смотрите выпуски новостей на сайте anaparegion.ru или на страницах в социальных сетях. А я прощаюсь с вами. Удачи и берегите себя.